Школьники, студенты, воспитанники патриотических клубов, представители ветеранских организаций и участники Великой Отечественной собрались в Комсомольском сквере. Здесь в 2015-м установили памятник солдату Сочинцу. Возле него прошел памятный митинг. Сегодня в России день неизвестного солдата. Сегодня вспоминают бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. Солдаты делали практически самую-самую тяжелую работу. Они погибали за Родину. Честь и слава павшему солдату Сочинцу и павшему солдату нашей большой страны. Из Сочи на фронт ушли более 18 тысяч человек. Каждый четвертый из них не вернулся. В годы войны Сочи превратился в госпиталь. Здесь на ноги поставили около 400 тысяч раненых со всей страны. А еще на перевалах главного Кавказского хребта проходило одно из крупнейших сражений Великой Отечественной. Войны 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны в районе Псяшха и Аишха. Учитывая эти и многие другие исторические факты, активисты Сочинского отделения Российского военно-исторического общества выступили с предложением о присвоении Сочи звания город воинской славы. Голосование проходило в интернете и путем личного опроса. Сейчас результаты переданы в городское собрание, а после будут направлены в краевое законодательное. Ну а вот что по этому поводу думают сочинцы. Я уверен, что город Сочи должен носить это звание, потому что для этого есть все основания. И я был свидетелем, каким был город Сочи во время войны. Я видел, каких раненых и мертвых, к сожалению, привозили к причалу Сочинского порта из районов Туапсе, Керчи, Новороссийска. И как город Сочи восстанавливал многих раненых и они возвращались в бой. Это же большая заслуга работников госпиталей. Поэтому я считаю, что достойно город в присвоении звания такого. Я считаю, что не надо. Достаточно этой славы, лечебной славы на город Сочи. Я думаю, что наша горно-стрелковая дивизия, которая не пропустила в город Сочи отряды «Эдельвест», заслужила быть увековеченной. И те мальчишки, которые встали из-за парт в Краснополянской школе и пошли на перевалы, и защищали наш город, нашу родину, огромную страну, Советский Союз, они достойны, чтобы им была отдана почесть воинской славы.